Всем привет! Вы на канале Soundcheck39 и с вами Андрей. Небольшие компании по выпуску доступной качественной портативной аудиотехники постепенно расширяют свой ассортимент товаров. Так, известная нам компания TempoTech недавно представила свои первые внутриканальные гибридные наушники TempoTech AM05. Новые наушники были сделаны в пару к плееру TempoTech V6 и призваны навязать конкуренцию более именитым производителям в начально-среднем сегменте внутриканальных наушников. Что у производителя в итоге получилось, предлагаю вам узнать из сегодняшнего обзора. Технические характеристики наушников таковы. Тип наушников гибридный внутриканальный, излучатели 1 динамический и 4 балансные арматуры. Сопротивление 33 Ома, частотная характеристика 20 Гц, 40 кГц. Чувствительность 99 дБ. Длина провода 1,2 метра. Наушники приходят в черной матовой квадратной коробке из плотного картона, сделанной в минималистичном ключе и практически не содержащей какой бы то ни было важной для нас информации. Внутри коробки мы обнаружим наушники, качественный комплектный кабель, плотный круглый чехол на молнии, набор силиконовых амбушюр, карабин и различную бумажную документацию. Корпуса TempoTech IM05 представляют собой типичные внутриканальные гибридные наушники, форма которых мало отличается от им подобных у других производителей. Что мы имеем? Шилы изготовлены из полупрозрачного дымчатого пластика, сквозь который можно заметить пластиковые трубки, ведущие от каждого излучателя в сопло звуковода. Фейсплейты наушников при этом изготовлены из легкого крашеного алюминия. Поверх крышек производитель методом в штамповке нанес названия и логотип компании. По торцам шилов можно заметить крупным белым шрифтом названия модели, в котором золотым кольцом аккуратно вписано компенсационное отверстие. На верхней части корпуса, в свою очередь, расположились слегка выступающие квадратные пластиковые пины двухконтактных разъемов и тут же рядом нанесена разметка каналов. Как я не искал информацию о применяемых драйверах модели, так ничего внятного и не нашел. Мне известно лишь то, что в наушниках используется динамический излучатель диаметром 8 мм и арматурные излучатели, скорее всего, от Belsing. Это пара 1006, отвечающих за средние частоты, и пара 317-36, которые, собственно, отвечают за высокие частоты. По звучанию перед нами типичная V-образная ассигнатура, которая, к сожалению, не лишена определенных недостатков. Наушники весьма чувствительны к подбору амбушюр и источника, а вот замена стокового кабеля на сторонние медные лиц от iWebQ каких-то особых улучшений не выявила. Низкие частоты, монументальные, глубокие и основательные. По моим субъективным ощущениям, тут качает динамический излучатель никак не меньше 12-13 мм, а не 8 мм, как это утверждает производитель. При этом низкие частоты немного смягченные, ими слегка недостает хлесткости и собранности. Тем не менее, скоростные показатели низких частот довольно неплохие. Наушники не скатываются в непонятную мешанину и отыгрывают сложные композиции достаточно уверенно. Средние частоты плавно перетекают из среднего баса, то есть нижняя середина не пустая, достаточно увесистая, из-за этого вокальные партии и злобное рычание электрогитар ощущаются полновесными, но как это ни странно, детальность нижней середины не выдающаяся, мне немного не хватило прозрачности в этом диапазоне. В целом середина заметно утоплена, что как бы создает эффект звучания в узкой, длинной и тесной комнате. Что же до верхней середины, то она весьма выдающаяся и довольно сильно обращает на себя внимание. В зависимости от выбранного источника верхняя середина воспринимается от крайне резкой и яркой до навязчивой и утомительной. Высокие частоты детальные, прозрачные и воздушные, но это характерно лишь для качественных записей, иначе высокие частоты преподнесут на блюдечке весь спектр искажений, стебиллиантов и различных артефактов. Что в итоге? TempoTech, погнавшись за производителями многодрайверных наушников, совершила несколько ошибок в настройке звучания и согласовании излучателей. И все же я не считаю наушники провальными. На определенных жанрах, таких как электронная и поп-музыка, герои обзора показали себя очень достойно. Тем не менее, по моему сугубо субъективному мнению, в следующий раз компании TempoTech не стоит гнаться за количеством драйверов, а нужно просто сделать однодрайверные динамические наушники на качественном излучателе и с более нейтральной настройкой звучания. Теперь предлагаю быстро пробежаться по плюсам и минусам наушников. Первый плюс, глубокий монументальный бас и полновесная нижняя середина. Второй плюс, легкие и качественные корпуса. Третий плюс, удобная и комфортная посадка. Четвертый плюс, качественные аксессуары и хороший комплект поставки. И пятый плюс, приемлемая цена. Минусы наушников. Первый минус, чувствительное качество записи. И второй минус, яркая и навязчивая верхняя середина. Приобрести наушники можно в официальном магазине TempoTech на Алиэкспресс, ссылка на который будет в описании. Также не забываем подписываться на нас на всех доступных площадках. На этом у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание и всем пока!